Приветствую вас, друзья! Это уже вечерний брифинг. Он немножечко изменился, но содержание в целом осталось без изменений. Мы с вами по традиции обсудим важные для финансового рынка события и, конечно же, посмотрим на техническую картину. Какие там есть изменения, какие изменения можно ждать. В общем, все как всегда. Оставайтесь до конца. По традиции, лайк, подписка, несколько слов, комментарии, чтобы я здесь на этом канале не публиковал. Начнем мы с вами с организационных моментов. Я перебрался в московский часовой поезд и теперь чисто физически, ну, пожалейте меня, не могу для вас, публиковать утренний брифинг в 7 утра. Но вечерний брифинг в 7-8 вечера по московскому времени, пожалуйста. Концепция, в принципе, точно такая же. Подведем некие итоги уже открывшегося и проработающего рынка, ну и, конечно же, какие-то планы. Ну и, в общем-таки, поехали. Начнем мы с вами с того, что творится на финансовых рынках. Коротко, это просто безобразие. И российский фондовый рынок, и отчасти американский фондовый рынок, и в большей степени российский рубль подвержены геополитическим рискам. Мы с вами видим постоянные новости о том, что вот-вот мы вторгаемся, ну, мы, Российская Федерация вторгнется на территорию Украины, уже в какой-то момент получаем о том, что перестрелки какие-то начались. И, собственно, на все это дело реагирует рынок финансовый, российский и российский рубль. И от этого, честно говоря, рынок становится для меня неинтересным. Потому что мы не знаем, чем все может закончиться. Не будем исключать вооруженные конфликты. Вуаля, 100 рублей за доллар. Или, все спокойно, договорились, и вуаля, 65 рублей за доллар. Но давайте все-таки прикинем, что коротко происходит в мире. Сегодня высокопоставленный американский дипломат завидел, что Москва, похоже, движется к неминуемому вторжению в Украину. Ну и, собственно говоря, получаем с вами сообщение от американских СМИ о том, что Украина и поддерживаемые Россией сепаратисты заявляют о нарушении режима прекращения огня. Ну и, в принципе, была какая-то определенная потасовка. Как это отреагировало на финансовые рынки? Ну, я думаю, что не мне вам объяснять. Российский рубль резко ослаб, а российский фондовый рынок актуился с гэпом на минус 6% в начале. Если перебрать ту зарубежную информацию о том, как готовится вторжение и посмотреть карты, где расположены российские войска и как, действительно говоря, могут двинуться конкретные фотоснимки, вы тоже можете видеть, кстати, ссылочку на эту статью из Блумберга я оставлю в описании к этому ролику. Вы можете посмотреть, в принципе, самостоятельно. Но я не хочу превращать этот канал из финансово в политический. Я не хочу разбираться, где правда, где истина, кто прав, кто виноват. Мы с вами смотрим про рынки. Очевидно, что рынки на все это дело реагируют. Российский рубль торгуется на отметке 76 долларов за рубль. И я для вас здесь указал несколько интересных уровней. Один из них без эскалации и второй с учетом цен на нефть. Обращаем свой взор сюда, где собран российский рубль, индекс доллара, цены на нефть и индекс государственных облигаций. И видим, что действительно российский рубль давит постоянно на геополитике. При том, что, например, 11 февраля цены на нефть росли. Российский рубль снижался в стоимости индекс доллара. Здесь он снижается, он инверсированный, то есть фактически как бы растет. И мы видим, что сегодня происходит, ну, в принципе, ровно то же самое. Российский рубль давит геополитика. Никакого отношения к финансам это не имеет, потому что цены на нефть высоки. Индекс государственных облигаций, в принципе, даже смог остановиться. А индекс долларов в целом стабильный. Все это привело к тому, что российский рубль потерял более 2% по отношению к доллару США с начала этого года. И находится, скажем так, на третьей позиции снизу среди валют стран, развивающейся экономикой. И можно сказать, что здесь есть определенная недооцененность, которая, в принципе, должна привести к восстановлению рубля. Где-то вот плюс 2,4% конечно при условии, если вся эта геополитика будет снята. То есть можно сказать о том, что если вдруг сейчас увидим с вами какое-то расслабление в этом направлении, то 74,50 это та отметка доллара за рубль, которая должна быть, если не было бы никакой эскалации. И вот здесь вот самая-таки нелюбимая часть, потому что на самом деле непонятно, чем все это может закончиться, во что может вылиться. И если вы продаете доллар против рубля, то эта ставка исключена на то, что будет того рода мир. А будет он или не будет, ну слушайте, это предположить, на мой взгляд, сложнее, чем предсказать, как будет действовать регулятор в следующем заседании. Что касается цен на нефть, то мы видим, что примерно с конца прошлого года цены на нефть растут, при том, что российский рубль снижается в стоимости. Ну а так в целом мы видим, что корреляция здесь более чем. Так что можно сказать, что российский рубль в какой-то степени не слушается нефть, которая по большому счету испытывает серьезные проблемы. И если мы с вами предположим, что уйдет эта эскалация, и предположим, что российский рубль восстановится, ну и скажем так, займет свою справедливую стоимость в паре и текущих ценах на нефть, то даже 68-69 рублей за доллар можно ждать. То есть, представляете, насколько недооценен наш российский рубль относительно тех показателей, которыми он живет. Это не значит, что сейчас доллар к рублю стремительно упадет вниз, и это ни в коем не индивидуальная рекомендация. Это не значит, что надо просто брать и продавать, потому что у Маршенко здесь 69 на графике нарисовано. Нет. Это фактически просто обстановка того, что происходит и как на это реагирует наш рубль. Кстати, именно по этой причине из-за слабого рубля и высоких цен на нефть, нефть в рублях составляет 7100 рублей за нефть марки Бренд. И как видите, это максимум с 2004 года, с того момента, как отслеживает мы этот с вами график. Это, кстати, косвенно указывает на рекордные прибыли тех компаний, которые занимаются экспортом нефти и газом. Как говорится, кому война, кому и мать родна. Цена на нефть, в принципе, проступает так, как мы с вами говорили, еще в старых утренних бритингах. Они постоянно растут, находятся на своих, ну, может быть, не исторических, но на достаточно серьезных максимумах. И здесь, в принципе, справедливость имеет место. Нефть марки WTI так и не снизилась ниже 86, 88, 90, 86 здесь сработала как поддержка. Мы доросли до максимума 95, 70, 93, 50. И, в принципе, сейчас от этого максимума мы можем отвалиться опять в сторону поддержки, если будут определенные, скажем так, фундаментальные и геополитические факторы. Но тенденция вверх здесь все еще есть. И здесь тенденция вверх это основная тенденция. То же самое, можно сказать, и про бренд 90 и 87, 60 работала, в принципе, как поддержка. Где-то там остановились, развернулись 96, 80, 94, 50. В принципе, это местное сопротивление. От него можно также дождаться снижения цены вниз. Но, опять же, те настроения, которые сейчас есть на рынке, могут привести к новой волне роста цен на нет. Что за настроение? Ну, во-первых, это все-таки геополитика. Если вдруг по каким-то причинам начнется вооруженное столкновение, то мы с вами получим новости, хорошие новости для цен на нет. То есть, это бывшие новости, цены на нет будут расти. Многие могут спросить, почему и при чем здесь нет. А при том, что Российская Федерация вторая страна по величине добываемой нефти. И, соответственно, если тут, в Российской Федерации, у страны, которая, собственно говоря, участвует в вооруженном конфликте, возникают проблемы, то вполне возможно могут возникнуть проблемы с добычей этой самой нефти или перераспределением ее гражданских на военные объекты. Ну и вторая причина, это все-таки дефицит нефти, который по большому счету никуда не уходит. Хотя в первом квартале 2022 года все говорили о том, что профицит сменит дефицит. Нет, этого нет. И это отмечается участниками рынка. Беквардация в ценах на нефть минус 2 доллара 20 центов. Это достаточно много. То есть, в какой-то момент это экстремально низкие отметочки. И то же самое в ценах на нефть марки WTI. 2 доллара минус 2 доллара. Беквардация тоже минимальное значение, которое указывает на то, что участники рынка оценивают рынок нефти именно как дефицитный. Соответственно, закрывать длинные позиции по нефти, если они есть, особого смысла нет. Открывать короткие тоже нет. Если, конечно, вы не предполагаете, что сегодня вот-вот все изменится. Хотя пока предпосылок к этому нет. Вообще, стоит сказать, что рынок нефти чувствует себя достаточно нервно. Перед вами индекс ОВХ. Ну, это фактически тот же самый индекс ВИКС, только для цен на нефть. Сейчас он на уровне 53. Это очень много. Последний раз мы с вами сталкивались с таким значением в конце декабря 2021 года. Сейчас можно говорить о том, что путы и целом опционы сейчас на нефть очень высоки. Что говорит о том, что участники рынка ждут высокую волатильность. Итого, если подвести черту, мы с вами видим, как геополитика вовсю выливается на финансовый рынок. И какие бы сейчас макроэкономические показатели не опубликовались, все будет задавлено этой самой геополитикой. Потому что это мейнстрим. Это главные и передовые полосы главных СМИ всего мира. И, честно говоря, просто остается следить за всеми этими событиями. А закончить этот блок я хотел бы тоже организационным моментом. На этом канале есть специальные трансляции и специальные видеоролики для спонсоров. И сегодня была опубликована вторая из трех частей про механику движения цены. У кого есть доступ, прям в верхнем углу, прямая ссылочка на этот видеоролик. Посмотрите, впитайте в себя информацию. А кто не в курсе, что это такое, под видеороликом есть кнопочка спонсировать. Нажимайте там все детали. Ну а мы с вами переходим к технической картине, которая на самом деле очень сложна. В первую очередь своей непредсказуемостью. Что мы видим? Мы видим, что европейская валюта снизилась по отношению к доллару США. Но здесь, скорее, доллар США вырос. Произошло после, соответственно, публикации ФОМС. Январской публикации ФОМС. Их решений. Мы это, в принципе, обсуждали на канале. Не хочется заострять на этом внимания. Сейчас страсти поутихли. В принципе, большинство ждет повышение процентной ставки в марте на 0,25%. Поэтому здесь, в этом формате, все будет чисто, тихо и спокойно. Что касается других драйверов, ну пока их на самом деле нету. Хотя могут, безусловно, появиться. Вот этот диапазон 1,480, 1,1390, на мой взгляд, можно считать в моменте с сопротивлением. Даже рассчитывать на какое-то снижение в сторону 1,1275. Но в целом у нас здесь с вами такой некий баланс, который будет сохраняться до тех пор, пока не появятся новые вводные данные про изменения денежно-кредитной политики либо Европейского Центрального Банка, либо ФРС. В индексе доллара, в принципе, от поддержки как бы оттолкнулись, тоже добавнули туда, в сторону сопротивления, но даже близко не дошли. Что делать? Сохранять спокойствие. Тут, в принципе, то же самое перед вами гранит этого боковика. 94,60, 97,45. Здесь также протолкаемся, пока вновь не появятся новые какие-то вводные данные. Биткоин здесь у нас устраивает определенную волатильность. Поддержку вроде бы не пробил, но стремительно пытается. Пытается это сделать. 43,40, 300. Пробъем, не пробъем, не знаю. Пока сопротивления нет. Но если вдруг страшно сидеть в длинных позициях, то первая цель по закрытию, попробуйте досидеть. Это 44,850. Хотя бы так. И, в принципе, на больше рассчитывать похоже здесь не придется. Наш российский рубль. В принципе, про него сказано достаточно много. Я не то, чтобы не верю, да, я не думаю, что эта эскалация будет резкая. Эта эскалация происходит резкая. Соответственно, по резкой укреплению рубля я бы пока не говорил. От поддержки вроде бы как откачали. Кто смог зацепиться, держим. Первая цель по выходу, я думаю, то есть, 77,50. Дальше будут вопросы. Да, ну, если, конечно, не появится какие-то новые вводные данные, о которых я, в принципе, уже говорю. А S&P 500, фьючерс на него. Здесь все, в принципе, красиво. От сопротивления мы провалились. Даже почти задели поддержку. Если нет, давайте, я думаю, мы в этом богоеке проторгуемся. Здесь ничего нового нет. Напоминаю, что и январь, и февраль, в принципе, негативные месяцы для S&P 500. И в целом, пока все это подтверждается. Ну, негативные, имеется в виду, с точки зрения статистических данных. То есть, чаще всего, свечка в январе и феврале на S&P 500 закрывается красным цветом. Март в этом плане выглядит позитивно. И вполне возможно, что марта реально станет позитивным, поскольку в марте, может быть, появятся какие-то уже определенности. Наздах, ну, здесь, в принципе, относительно все скучно. Поддержку в нее опять опускаемся. Все проблемы, не проблемы, не знаю, но, честно говоря, не думаю, что это случится. Индекс РТС, ну, соответственно, полная противоположность рублю, рубль слабеет. Индекс РТС тоже слабеет. Наш весь московский рынок фондовый тоже снижается. И, соответственно, вот сопротивление мы с нами отбиваем. Здесь, в принципе, все тоже достаточно предсказуемо. Кто смог в форту закачить, первая цель, если вдруг страшно 141, давайте мы с вами наберем 141 200. Это будет наша цель номер один. Вот сейчас прямо с вами обозначил, чтобы просто потом не забыть 141. Так, давайте пусть будет 142 тысячи ровно. Да, пусть будет так. Это первая цель. Вторая цель, она стоит, это 133. Тут где политика может нам помочь или нет. Цены на природный газ тоже вновь восстанавливают. В принципе, до поддержки доехали, ну, это тоже в балансе. Здесь я бы не говорил бы о том, что цены на природный газ США будут расти серьезными темпами. Поэтому, если вдруг 5.35 доберемся, я думаю, что там тоже появится и шортануть все это дело. Ну, и золото растет не потому, что защита от инфляции, а потому, что геополитические риски на войне, говорят, золото растет. Честно говоря, я никогда этого не видел. Ну, слава богу, потому что война не так уж и часто встречается. Ну, в принципе, да, это все подтверждение наших идей. Первая стоит 1610, да. Вторая стоит 1630, да. Третья стоит 1650, да. Все отработали замечательно. Кто сидит в позиции до сих пор, 1845, то место, куда можно перестать, то в безбыток, поскольку это сможет работать как поддержка. Кто не в позиции, то ждем отката в эту область, 1875-1845. Когда откатимся и откатимся, или вообще, не знаю. Но, в принципе, пока так неспокойно на геополитике эта штука будет испытывать определенную поддержку. Ну, вот такой финансовый рынок, на мой взгляд, сегодня, этим вечером, в этих вечерней брифинге. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете об этом формате, об этом времени и, возможно, ваши пожелания. Все почитаю. На некоторые моменты буду отвечать. На этом все. Спасибо. Пока.